Прошлый эксперимент, судя по всему, вам зашёл. Это было видно как по лайкам, так и по комментариям. Напоминаю, что каждый из вас может предложить свою идею для эксперимента в комментариях под видео. А мы переходим к битве года. Итак, в левом углу ринга православный моноцвет. Это, извиняться не буду, он не знал, как его изобразить по-другому. Против правом углу ринга скромный 3-2. Кто же победит? Эксперимент открыт. В этом видео вы увидите противостояние этих двух вариаций для войны. Однако перед началом хочу сказать, что у этих войн были разные бонусы. У моноцвета была ситуация проще, так как навредить героям могли только стрелы. А вот для 3-2 было просто диким испытанием, то что бонус на войне был отхил. Короче, погнали. Первый удар моноцвета сразу же выдал нам три камня в центр, с которых успешно и упала Далила. Второй же схеме в 3-2 пришлось чуток сдвинуть камни в ожидании дикого фиолеткомбо прямо в таблет той же самой Далиле. Фиолетовый кристалл на поле и заряженные шакалы без центра врага. Думаю, понимаете, чем пахнет. А в то время, пока шакалы начали раздирать героев врага, моноцвет двигал камни на поле в ожидании нужных камней. Впрочем, что мне и не нравится. Это их поиски и надежда на лучшее. В общем, пока шакал с протеем разносили топов врага, моноцвет опизделился от Азлара. Больше мне сюда добавить нечего. Второй удар, в котором для моноцвета был соперник с Ричардом по центру. Почему бы этим не воспользоваться и не пойти зеленым моно? Ведь это еще один шанс доказать, что он эффективен. Но поначалу с зелеными камнями туговато, хоть мы и смогли зарядить всех своих героев. В то время 3-2, так же как и в первом бою, успешно набирал моно фиолетовым героем. Возможность набирать была и для желтых героев. Но если камни есть, то почему бы не воспользоваться протеем для эффективности? Снова перемещаемся на поляну моноцвета, где что-то явно идет не по плану. И бульту героев мы уже потратили, а на поле творится какой-то бардак. Кто-то готов отхилить, кто-то ударить, а кто-то уже бьет. Сумбур, хаос и отсутствие хила сделали свое дело, и моноцвет снова теряет очки. В то время как протей и сартана загнали в угол бедную Наташу. Без шанса что-либо сделать. Вторая победа у 3-2, моноцвет по-прежнему 0. Третий удар. Афина для второго зеленого моноцвета среди моих героев. Но сюда я уже взял хила. Рандом был благосклонен на сей раз, и после одной ульты Афины появился шанс собрать зеленый кристалл. Не без плясок с бумном, конечно, но факт есть факт. Три гензеля в моноцвете с хиллом и наличием кристалла на поле. Думаю, тоже понимаете, к чему идет дело. А параллельно этому бою 3-2, в котором была убийственная связка клык, сокол, могила и аласи с диким массовиком в лице из арнии, тоже вели свой важный бой. Все-таки тут не Афина встречала, а Гвиневра. Ультанула раз, в догонку от хилл войны. Ультанула два. Вот и нет у нас клыка. А следом и сокола. Третья ульта Гвины, на подходе Альберих. Уничтожили Гвину, а эта тварь ее снова подняла. Как итог, слитая топ-команда, а у моноцвета была веселее. Просто нажали кристалл и гензели всех зачпокали. Наконец-то, моноцвет 1 балл. 3-2, полный неут. Четвертый удар. В этот раз для синего центра я выбрал дичайшую связку клык, два сокола и две могилы. Ах, жарить будут всех, если камни конечно подвезут. У обоих противников был Альберих. Именно поэтому я посчитал нужным взять именно красных героев. Убить его приоритетная цель. Но это не понадобилось, ведь почти сразу же дали красный кристалл. Все горят от могил, а мы освобождаем поле от ненужных камней другими кристаллами. И даже от хилл румпеля не помог врагу. Ибо спустя пару секунд были заряжены трое других героев. А там и для могил нашлись камушки. Как итог, под срезом сокола могилы бьют просто убийственными цифрами по своему противоцвету. Аж по 500. Это тупо сульты, без учета горения. И удивляться вы этому не должны. Так и должно быть. Уверенная победа моноцвета. Но с самого начала нам дали красный кристалл. Не будь его, даже не знаю чем мог закончиться поединок. А мы перемещаемся на поляну 3-2, где в это время развернулись жесткие баталии одной пятерки и четверок. Благодаря тому, что герои в основном были все быстрые, центр Дрейк упал ниц. А следом последовала зарядка Гензеля. И это тот момент в битве, когда вся ситуация переворачивается с ног на голову. Ведь как только Гензель начинает блочить, как правило у врагов нет ни единого шанса. Даже с бонусом от хила. Везение. Есть синий кристалл. Кспожан! И нет ареса. И Гензель с Морганой только ставят жирную точку, дожигая бедного Альба в углу. Пятый удар. Синий моноцвет против синего центра. Волею судьбы три камня легли так, что после смерти Миссандры всковырнулись и оба могильщика. Опять же, как это было в прошлом эксперименте. Как братья. Два хила по краям, а у нас же все живы. И вдобавок ко всему готовы ультануть Кирилл и Изарни. Массово по хилам. Ага. И буквально в этот же момент очередной дуэт Гензелей и Сокола с могилой надирали жопу Джуну по центру. Правда, к тому времени, как Изарния била в моноцвете, одного Гензеля уже не было. Но это мелочи. Заняв чуть больше времени, чем в битве моноцвета, из-за отхила войны, оба этих перчика заблочили и сожгли к чертям собачьим оставшиеся цели на поле. Опять между ними равенство. Переходим к заключительным боям. Шестые удары. Желтый моно, в котором два шакала Джун и Далила с царем. Пожалуй, самый мощный моноцвет в природе вместе с могильщиками. Почти не тронув центр, где стоял Торн, мы уже избавились от двух правых героев обороны. А к этому времени и Джун поспел с шакалом для того, чтобы дать Торну то, чего он хотел больше всего. Люлей. У 3-2 ситуация была не настолько облачной, хила в команде атаки не было и мне пришлось идти на добив, где нас ждали всего лишь два фуловых альбериха по краям, аласи, сартана и, конечно же, бонус от хил. Скажите, идея херня? Нечестно? Все очень даже честно. Неравные условия в бою могли сравнять только два Гензеля, на которых и была вся надежда. Кинув к ним догонку Уилбера и Кэдмана, чтобы снимать его разделение урона, я начал этот бой. Тем временем Моноцвет завершил свой крестовый поход, которым, конечно же, затащили шакал и Джун. А мы возвращаемся к 3-2 и той патовой ситуации, которая возникла на поле. Как бы там уже гормика не было, и первый отхил произошел. И только к этому моменту были заряжены зеленые герои. Гензель успешно заблочил Аласи, и та убила сама себя. Настало время разобраться с первым альберихом. Тут уже готовы были помочь Уилбер с Кэдманом, которого я держал до последнего. Средств брони есть, моя атака живет, спасибо разделению оттычек. А баф разделения у врага был снят. Впрочем, как и Кэдман, через пару секунд. Но сука, теперь остались 2 Гензеля и бонус отхила каждые 2 хода. И шанс того, что Альба поднимет всех. Или Альба поднимет Альбу, а тот всех. Короче, задница полнейшая. Однако мы выбрались и из этой ситуации. Как же прошел эксперимент? Моноцвет 4 очка. 3-2, минимум 4,5, а то и 5 очков. Самое забавное, что как только появилась война, я пробовал ходить моноцветом. Но камни всегда откровенно слали меня на 3 буквы. И дай бог, 2 тапка из 6 были успешными. А этот уровень рандомности мне лично не нужен. Надеяться так на приход только одного вида камней. Поправьте, если я не прав. Считаю эксперимент успешным, ибо если в ситуации моноцвета было порой на грани, то схемой в 3-2, как я ходил и буду ходить, есть шанс зарядить героев двух цветов. При этом камень бьет хоть и менее больно, но не менее эффективно. Это, конечно же, не конец. Я выпущу еще один эксперимент на войне. Только уже моноцвет против осознанной подборки героев под врага, а не тупо 3-2. Конечно же, это не предел для экспериментов. Пора выводить контент на новый уровень. И идей для экспериментов у меня уже целая куча. А ты в комментах можешь только добавить еще вариантов, что бы ты хотел убедить в этом проекте дальше. Конечно же, это не так просто, как сделать обзор на героя. Кроме Анателес, сука, такая сложная. Но тем не менее, если ты хочешь видеть этот проект чаще на канале, тебе нужно всего лишь поставить лайк на видео. И его прокомментировать. Чтобы я увидел активность и отдачу. Про подписку на канал не забывай, ведь тогда ты рискуешь не вытащить вовремя свой телефон и увидеть там уведомления о новом видео. Так что именно твои, да, твои пальчики решают судьбу этого проекта в дальнейшем. Засим вынужден откланяться и пойти готовить очередной класс для разбора. Дальше интереснее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok